Навык «Деятельность», сформированная путем повторения и доведения до автоматизма, всякий новый способ действия, протекая первоначально как некоторое самостоятельное, развернутое и сознательное, затем в результате многократных повторений может осуществляться уже в качестве автоматически выполняемого компонента деятельности. В отличие от привычки, навык, как правило, не связан с устойчивой тенденцией к актуализации в определенных условиях. Отдельные этапы образования двигательного навыка подробно прослежены в работах советского психолога Инна Бернштейна. Классификация – различаются навыки перцептивные, интеллектуальные и двигательные. Навык двигательный, автоматизированные воздействия на внешний объект с помощью движения в целях его преобразования. Неоднократно осуществлявшийся ранее навык интеллектуальные, автоматизированные приемы, способы решения встречавшихся ранее умственных задач. Навык перцептивный, автоматизированный, чувственное отражение свойств и характеристик хорошо знакомых, неоднократно воспринимавшихся прежде предметов, формирование навыков. Выработка навыка – это процесс, который достигается путем выполнения упражнений. Благодаря упражнениям способ действия совершенствуется и закрепляется и говорят о формировании навыков. Показателями наличия навыка является то, что человек, начиная выполнять действие, не обдумывает заранее, как он будет его осуществлять, не выделяет из него отдельных частных операций. Благодаря формированию навыков действие выполняется быстро и точно, и можно сконцентрироваться на развитии и получении новых знаний. Умения и навыков На формирование навыка влияют Мотивация, обучаемость, прогресс в усвоении упражнения, подкрепление, формирование в целом или по частям. Для уяснения содержания операции Уровень личного развития Наличие знаний, умений Способ объяснения содержания операции Обратная связь Для овладения операцией Полнота уяснения ее содержания Постепенность перехода от одного уровня овладения к другому по определенным показателям Различные сочетания этих факторов создают различные картины процесса формирования навыка Быстрый прогресс в начале и замедленный в конце Или наоборот Возможные смешанные варианты Теории механизмов формирования навыка Необходимых факторов и условий Без коих оно не может происходить Являются частным случаем теории научения